Подготовка к созданию еще одной парковой зоны в столице, Глинтового парка, идет полным ходом. Идея этого необычного парка в сохранении природных сообществ, ведь даже на, казалось бы, безжизненном глинте кипит бурная, хоть и невидимая глазу жизнь. Поэтому в ходе строительства вмешательство в существующую среду будет минимальным. Будут сохранены природные сообщества, то есть все комплексы живых организмов, которые приспособились к обитанию на этой местности. При этом они защищают окружающую среду. Идет сотрудничество с департаментом окружающей среды, ландшафтными архитекторами, но и мнение горожан в этом вопросе учитывается. Для нас важно создать непрерывный 9-километровый коридор для прогулок и пребывания на свежем воздухе в довольно-таки уникальной природе, потому что та природа, которая встречается у нас на Балтийском глинте, практически нигде больше и не встречается. Поэтому мы хотим, чтобы у людей была возможность этой природой наслаждаться, гулять там при этом, чтобы это было удобно, чтобы люди с особыми потребностями могли, если так можно выразиться, этим парком пользоваться. Через разные каналы связи Таллин получил около 400 мнений и предложений от горожан. Особенно четко обозначено желание сохранить как можно больше природной среды. Также предлагали построить смотровые площадки, походные тропы, игровые площадки и другие объекты, чтобы глинтовый парк стал привлекательным местом для отдыха, с пользой для здоровья. Особняком стоит вопрос невероятных, захватывающих видов, которые могут открыться таллинцам с Лосномяйского обрыва. Главной достопримечательностью будущего парка станет вид на Таллинский залив. И мы хотим сделать так, чтобы он был не только доступен, но и безопасен, потому что даже сейчас с пустыря появлялия многие люди этим видом наслаждаются. Но надо признать, что это действительно не всегда самый безопасный вариант для времяпрепровождения. Результаты проведенного среди горожан сбора мыслей на тему будущего парка будут представлены в четверг 31 марта с 17 до 19 часов в стеклянном зале Певческого поля. Следить за ходом презентации и задавать вопросы можно будет и через интернет. Первый этап строительства парка планируется закончить уже в следующем году, а это значит, что у наших жителей скоро появится еще одна зеленая зона для активного отдыха и прогулок. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.